ВЫЗОВ Водители двух иномарок из Подмосковья и Челябинска не смогли поделить дорогу в набережных Челнах. Пострадал один человек. И что грозит женщине, пытавшейся передать дочери в колонию планшет и сим-карты? Это и не только. Прямо сейчас. Поспешный выезд на полосу встречного движения стал причиной аварии на пересечении Сибирского тракта и улицы Попова. Там столкнулись Volkswagen Polo или Fansmiley. По предварительной версии, один из автомобилей повернул налево, не предоставив преимущества встречному транспорту. Что из этого вышло, знает Анна Городнова. 32 не было, наверное, к нам сейчас. Потому что все останавливаются. Я тормаживал уже, потом поехал. ДТБ произошло на середине перекрестка. После столкновения оба автомобиля отлетели в сторону улицы Попова. К счастью для автомобилистов, других машин там не было. Рассказывая, как так произошло, водитель немецкой иномарки отметил, что двигался прямо. В какой-то момент на его пути оказался Лефан. Автоледи ехала навстречу и решила повернуть налево, не пропустив немецкую иномарку. Я по тормозам АБС сработал. И, получается, занесло. Я хотел вырулить, и из-за этого сюда вылез. В эту сторону. Делиться своей версией произошедшего вторая участница происшествия не пожелала. Впрочем, о том, как произошла авария, она объяснила владельцу Volkswagen. Она не увидела за газелью, говорю. Там газель был впереди. И вот она вышла. В результате столкновения удар пришелся в правую переднюю часть Лефана. Повреждения могли быть куда серьезнее, будь у водителя Volkswagen более высокая скорость. Анна Городнова, Радназипов, Атал Самигулин. Вызов 112. Водители двух иномарок Датсуна из Подмосковья и Тойоты из Челябинска не смогли поделить дорогу в набережных Челнах. Сообщение о происшествии на улице Машиностроительной поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. Практически в полночь. Через 4 минуты на месте ДТП были сотрудники пожарно-спасательной части. В столкнувшихся автомобилях были только водители. В результате аварии 30-летний мужчина из Московской области получил закрытый перелом бедра, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Спасатели помогли ему выбраться из машины и передали медикам скорой помощи. Мужчину госпитализировали в больницу. Не удержался на колесах. Недалеко от поселка Опастово бетоносмеситель завалился на бок. По версии очевидцев, за рулем был молодой водитель, который просто не смог справиться с управлением. Вытянуть КамАЗ из обочины попытался коллега водителя. Оделся не по погоде и умер. Тело 44-летнего мужчины было найдено в Нижнекамске. Как выяснилось, мужчина, страдающий потерей памяти, ушел из дома 6 января в одном пуховике и сланцах на босу ногу. Сразу после его пропажи на поиски отправились родственники, волонтеры и полиция. Но первым страшную находку обнаружил рыбак. Тело находилось под слоем снега, недалеко от корабельной рощи у дачного массива. По предварительной версии, мужчина умер от переохлаждения. Сотрудники полиции не обнаружили никаких следов насилия следственными органами. По факту смерти человека проводится проверка. В Казани в парке Урицкого нашли повешенном 29-летнего жителя села Кабакова, что в Башкортостане. По предварительной версии, перед смертью он по СМС поссорился с девушкой. Тело нашли на улице Коломенской примерно через 5 часов после наступления смерти. По данному факту, следственный комитет начал доследственную проверку. Четыре поросенка и свинья погибли в огне. Пожар произошел в селе Базяково. Там, на улице Федина, загорелся сарай. Очевидцы случившегося позвонили на единый номер вызова экстренных служб 112. Прибывшие на место спасатели быстро ликвидировали возгорание и спасли из огня еще одну корову и трех коз. Житель Сызрани рассказал полицейским о трех килограммах наркотиков, закопанных в Татарстане. Запрещенные вещества полицейские обнаружили в набережных Челнах, 200 метрах от садового общества «Юбилейная». На тайне, где хранились синтетические наркотики, двух видов указал его хозяин, 23-летний уроженец Самарской области. В конце декабря он был арестован за аналогичное преступление. Тогда житель Сызрани пошел на сотрудничество со следствием и рассказал о месте, где спрятал большую партию синтетики. Стражи порядка возбудили дело по статье «Попытка незаконного производства сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Планшетный компьютер с зарядным устройством к нему, три сим-карты и карту памяти пыталась пронести уроженку Узбекистана в колонию поселения номер 17, расположенную в Мамадышском районе республики. Женщина приехала на свидание к своей дочери, отбывающей там наказание. Запрещенные в местах лишения свободы предметы, она пыталась принести во втором дне дорожной сумки. Сотрудники учреждения их обнаружили во время досмотра личных вещей. Женщину задержали, в отношении нее составлены административные дела. Ей теперь грозит штраф до 5000 рублей. Кистень и чучело головы крокодила привезли в эти новогодние каникулы в Казань жители жарких стран. Так, таможенники в аэропорту задержали пассажира из Объединенных Арабских Эмиратов. В его сумке обнаружили чучело головы хищника. А вот у пассажира из Таиланда в сумке среди первых необходимых вещей нашли довольно редкое и старинное оружие. Кистень, металлический шар на палке. Оба предмета направлены на экспертизу, где должны определить, является ли кистень гражданским оружием и относятся ли чучело крокодила к объектам конвенции по международной торговле вымирающими видами рептилий. В Верхнеуслонском районе Татарстана задержали браконьеров, которые убили пять кабанов. Об этом сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам. Как сообщает ведомство, они были задержаны в охотничьем хозяйстве Тиньковский охотничий клуб. В настоящее время по данному факту ведется расследование. Напомним, согласно указу президента Татарстана, на территории Верхнеуслонского района охота на кабана запрещена. Требования сдачи, любопытный код в нокауте и разговор с самим собой. Далее рубрика «Сплошные проколы». Пусть мне отдадут мою сдачу. Мужчина, вы сюда положите ее. Не, вы сначала заплатите, потом я вам сдачу дам. А я вам не верю, вы такой бугай, что вы можете... Зачем? Звонила диспетчера, угрожала полиции, требовала сдачу. Только вот сама не заплатила и рубля. А таксисту пришлось столкнуться, ну, с очень мнительной пассажиркой. Поездка на такси женщине обошлась в 500 рублей, но в кошельке у нее оказалось только 5000. Купюру отдавать побоялась, тем более таксист ей показался подозрительным. Его криминальное прошлое пассажирка определила по лицу. Вы обманете? Вы такой бугай опасный, что вы обманете? Я не обману вас. Обманете вы? Я не обману вас. Обманете вы? Диалог был долгим и жарким. Чем закончился конфликт, остается только догадываться. Финал истории на видео нет. Что это? Люди! Когда ты и твое отражение столкнулись в магазине. Покупатель одного из супермаркетов позабавил мужчина, не поделивший проход между витринами с самим собой. Подвыпивший гражданин был уверен, его не пропускает упрямый покупатель. Для многих покупателей этот магазин на 5 минут превратился в цирк. А ссора мужчины со своим вторым я быстро распространилась по интернету. В зеркале. Утренняя разминка или до чего может довести любопытство. Хозяева этой собачки были удивлены поведением своего питомца. Пес то и дело выполнял легкоатлетические упражнения, пытаясь запрыгнуть на подоконник. Но все попытки оказались неудачными. Она какая кошка, да? Все стало ясно, когда хозяева заприметили за окном кошку, с которой, по всей видимости, и хотел познакомиться четырех лапой. Поплатился за любопытство и этот хвостатый. Когда к нему подлетела птичка, он решил ее обнюхать. Но тут же получил ряд ответных ударов. Несмотря на разницу в размерах, лапой вверх первым поднял именно кот. Птица явно одержала победу. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-1212-1212. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.